МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой-то у тебя глубокомысленный вид. Озабочен экзистенциальной проблемой. Да. Кому труднее, рабу или хозяину? Труднее всего свободному человеку. Как это? Раб против хозяина, хозяин против раба. А вот вместе они против того, кто свободен. Добрый вечер. На первом канале программа «Анныч Глядя». Меня зовут Борис Берг. А я Ильдар Жандарев. В эту студию приходят люди, которые нам с вами интересны. Этим людям всегда есть что сказать. Не хотелось бы никого обижать. Главное, нам. Есть что у них спросить на «Ныч Глядя». Сегодня к нам в гости поговорить на «Ныч Глядя» пришла Чулпан Хаматова. Добрый вечер, Чулпан. Спасибо, что вы к нам пришли. Добрый вечер. Чулпан, мы, поскольку не первый день знакомы, мы хотим начать сразу с вопроса, который мы обсуждали с Ильдаром, готовясь к нашей встрече. Надеемся, что вы на него сможете ответить. Почему у нас так принято, что приличный человек, если он занимается благотворительностью, он должен это, ну, если не скрывать, то говорить об этом в полголоса? Как-то вот считается, что человек должен быть скромным? Это считается потому, что само понятие благотворительность, оно выведено за рамки повседневности. Оно несет для многих людей отпечаток какого-то возвышенного, жертвенного. И из тех же понятий вот какого-то такого существования. Оно выведено из нормы. Как только оно станет нормой, понятие благотворительность, уже никто не будет об этом скромно говорить, потому что мы не скромничаем, когда разговариваем о своих обычных буднях. А норма эта станет только тогда, когда все-все-все-все, ну, по крайней мере, большинство людей поймут, из чего это соткано, что за принципы и какие там работают механизмы внутри этого понятия. То есть образуются. Или, как это, самообразуются. В смысле, образование получат эти люди. То есть станет ясно, что для того, чтобы быть благотворителем, не обязательно быть безумно богатым человеком и жертвовать какие-то громадные суммы, а достаточно небольшого вклада, и ты уже благотворитель. Даже небольшого вклада. Это не обязательно должны быть деньги. Это может быть участие в... Это может быть время, это может быть, не знаю, ваша машина, это может быть все, что угодно. Это может быть даже просто поддержание, поддержание этого смысла, не вопреки и так медленно двигающейся этой, достаточно медленно двигающейся телеги под названием благотворительность в нашей стране, а наоборот подталкивание это кого-нибудь другому, например, туда. Чулпан, мы забыли напомнить нашим зрителям, что ваш фонд называется «Подари жизнь». Этот фонд создала Чулпан вместе со своей подругой, актрисой Диной Корзун. Фонд «Подари жизнь» занимается помощью детям больным онкологическими заболеваниями крови. Это было 8 лет назад. Фонд был создан. И одна из самых обсуждаемых в последнее время проблем об отправке за границу на лечение тех детей, которым по определенным причинам не может помочь отечественная медицина. Давайте я расскажу, как это устроено, просто чтобы всем было понятно. Фонд, организация существует между родителями, детьми, между врачами, которые накладывают основное вето, и жертвователями, теми людьми, которые хотят помочь и помогают. Фонд сам никаких действий без экспертного совета врачей, который у нас есть, который соткан из врачей из разных клиник, не принимает ни одного шага. Как только нам врач говорит, на лечение этой девочки нужно 800 тысяч долларов. Например, она уедет лечиться в Майами, в Америку. У нее есть все шансы, но только там фонд делает все для того, чтобы эта девочка уехала, вылечилась, выздоровела и приехала обратно. Если наши врачи говорят, увы, это ребенок палеотивный, его невозможно вылечить, и не надо совершенно страдать ни ему, ни его родителям, потому что это 100% палеотивный ребенок, современная медицина, ни здесь, ни в Германии, ни в Америке, ни в Израиле помочь ему не сможет. Лучше, милосерднее по отношению к ребенку оставить его дома, и чтобы эти последние дни, сколько у него есть, он был в своей привычной среде, а не вырывать его с корнем и не везти в какую-то чужую страну. А кто сообщает это? Врачи. Родителям кто сообщает? Врачи. То есть вы? Исключительно врачи. Да, мы нет... Потом, если родители все-таки настаивают на том, чтобы они уехали за границу, тогда, и таких случаев очень много, мы включаем в эту историю своих друзей, своих знакомых. Но это уже не деньги фонда, а деньги вот наши с вами. Вот мы понимаем, что невозможно маму переубедить, и сейчас невозможно ничего сделать, она все равно туда уедет, и потом будет там бедствовать и так далее. И мы с вами втроем, не имея отношения к фонду, скидываемся своими деньгами и просто... И такое бывает? И такое бывает очень часто, да. А вы следите за тем, что происходит дальше? Вот бедная мама едет туда... Если я, конечно, участвую в этом, сама отдельно от фонда, естественно, конечно. Но в моей практике, к сожалению, не было ни одного такого чудодейственного случая. Некоторое время назад, я не помню в каком году точно, построили вот этот замечательный, прекрасно оборудованный центр имени Дмитрия Рогачева. Федеральный научный клинический центр, ФНКЦ, гематологии, онкогематологии и еще чего-то. Иммунология. Иммунологии. Иммунологии, да. Иммунологии Дмитрия Рогачева. И вот там, вот эти дети, они там лечатся. Да. А им объясняют, кто такой Дмитрий Рогачев? Детям? Да, детям. Нет. Не всем детям объясняют, кто такой Дмитрий Рогачев. Кто-то спрашивает, наверное, тому объясняют. Это специально делается, чтобы они не понимали, что результат может быть, поскольку Дмитрий, мальчик Митя, Дима Рогачев, он умер. Я не думаю, что это делается специально. У нас вообще уникальные врачи работают в этой больнице. И там нет присущей для советской медицины вот этого обхода информации, вот этого полувранья во благо. Потому что когда ребенок, ну если он не совсем маленький, понимает, и родители знают, за что они борются, там никто, конечно же, не пугает, но и не скрывает. Потому что как только пациент начинает чувствовать, что его обманывают, а это все равно происходит так или иначе, где-то кто-то что-то недоговаривает, он начинает нервничать и понимать, что от него скрывают что-то что-то. А здесь ничто не скрывается. Да, это известно, что это очень опасная болезнь. Но также известно, что от этой болезни можно выздороветь, вылечиться, поехать домой и стать обычным нормальным ребенком. И именно поэтому сейчас все силы, врачей, фонда «Подари жизнь», родителей и твои собственные должны быть нацелены на это. Потому что есть вера, есть надежда и есть все возможности для этого. Тут на вашем месте некоторое время назад сидела Татьяна Дробич, у нее другой благотворительный фонд «Вера», да, помощи хосписам. Она говорила, в частности, о том, что ее потрясают волонтеры, которые работают. Вот эти люди безвестные, совершенно как бы для простого человека немотивированные. И они занимаются совершенно немыслимой с точки зрения обычного здравого смысла делом. Вот вы даже в своей речи говорите, все те же самые, совершенно немыслимые. Да, ну потому что это... Ну что же я буду играть-то? Это так действительно, мне кажется. А в вашем фонде тоже есть волонтеры, да? У нас две тысячи волонтеров. Две тысячи волонтеров. Теперь я хочу спросить вот о чем. Я видел несколько сюжетов телевизионных о клинике Дима Рогачева. Совершенно замечательные дети, кто в масках антимикробных, кто без масок. Живые глаза, прекрасные реакции. Но я-то знаю, какие у них диагнозы. И сердце, в общем, разрывается, когда смотришь на это. Но я посмотрел и выключил. А эти волонтеры постоянно там. Вопрос. А им нужна психологическая помощь этим? Да, безусловно, конечно. Безусловно. Есть такое понятие, как выгорание. Как называется? Выгорание. Когда... Это, конечно же, потрясающие люди. Конечно же, они необычные, а уникальные. И когда особенно молодые люди приходят в эту стихию и видят таких же других молодых людей, как они, которые вот так вот вовсе отдаются, они особенно первое время существуют нараспашку. Они отдают себя без остатка. У них нет еще этих потом уже со временем наработанных инструментов для того, чтобы все-таки как-то оградить или защитить свою психику. И вот в этот момент очень важно, чтобы рядом были более опытные волонтеры, которые внимательно смотрят, что происходит с человеком, что происходит с его душой, что происходит с его сердцем, с его силами, с его терпением. И очень важно, понимая, что он сейчас вот-вот и сам сгорит, как спичка, вовремя его оттуда убрать, дать ему передохнуть или как-то поговорить и потом ввести обратно. Я когда готовился к нашей встрече, я прочитал, что бывает такая психологическая деформация у волонтеров, когда они начинают, скажем так, свысока относиться к другим людям, которые вот не вовлечены в эту волонтерскую деятельность. Бывает все. И что тогда с ними происходит, вот как с ними работают? Ну, такие люди, конечно, долго потом не задерживаются, потому что это огромный коллектив, где все должны чувствовать плечо друг друга. И коллектив не принимает таких людей? Ну, они сами как-то, они сами понимают, что это, видимо, не та стихия, которая им была нужна, и не из-за этого они пришли помогать другому. Вот эти волонтеры, ну, они же работают еще? Волонтеры – это люди, у которых есть семьи свои, работа постоянная, за которую они получают деньги. И есть немножко свободного времени. Вот это немножко свободного времени при хорошем планировании, при хорошем менеджменте главного координатора по волонтерам, можно очень хорошо использовать. Кто-то не может рисовать, у него нет там, допустим, времени днем, но он может вечером отвезти в аэропорт и так далее. Есть волонтеры, а есть люди, сотрудники фонда, которые получают зарплату и при этом тоже успевают еще волонтерить, правда. И вот эти люди должны быть суперпрофессионалы, каждый в своем деле, чтобы это работало все как часы. То есть мы поняли в какой-то момент, что просто быть добрым, уникальным, необычным человеком для благотворительного фонда совсем недостаточно. Закончилась рекламная пауза. Мы вновь в студии программы «На ночь глядя» вместе с Чурпан Хаматовой. И сейчас мы хотим поговорить с ней о ее работе в кино. Посмотрим на экран. Я очень рада, что мы с вами наконец встретились. Я беременная. Спокойно. Так, сейчас. Спокойно, только не взрывайся, ладно? Как всегда, не надо. Сейчас, сейчас я хочу, чтобы все вернулось и было, как прежде. Университет, кафедра, лекции. Прости меня, пожалуйста. Ты возьмешь меня в страну глухих? Солнышко мое, мы уедем, слышишь? Я тебя заберу отсюда. Есть вещи важнее, чем любовь. Что, например? Чувство вины. Ты же еще совсем маленький. А я старая-старая бабушка. Чурпан, для вас не секрет, что мы давно и пристрастно следим за тем, что вы делаете в кино. И вот в последнее время у меня возникло такое ощущение, что вы как-то меньше стали сниматься. Вы разочаровались в кинематографе? Я так счастлива в театре, что у меня просто нет такой потребности, я бы так сказала. А те проекты, которые меня окрыляют и вдохновляют, они появляются очень редко. То есть те проекты, ради которых бы я бросила театр хотя бы на какое-то время. Ну хорошо, вот эти редкие свидания с кино, они вас к каким выводам подталкивают? Что вам, я как известный негативист, задаю вопрос в прямую. Что вас не устраивает сейчас в кино? Сейчас я буду выглядеть такой, наверное, брызгой. Ну, давайте по брюзжим малость. Я очень расстраиваюсь, что кино каким-то образом, планомерно выводится из области искусства в какую-то другую область. Не знаю, развлечения. Иногда даже и не развлечения, но при этом и не какого-то серьезного разговора, а, наверное, попросту халтуры. Я так сильно люблю свою профессию. И, скорее всего, я вижу ее совсем по-другому, чем видят это люди, и от которых зависит качество будущего кино. А что для вас главный признак того, что вот вас ждет на съемочной площадке то, что вы назвали халтурой, а не искусством? Ну, например, меня ужасает тенденция, когда в современном кино можно взять и выбросить режиссера. Все с этим категорически не согласны, потому что либо продюсерская ошибка в тот момент, когда вы брали режиссера, значит, это уже халтура, либо это продюсерская ошибка уже внутри съемочного процесса. Я знаю очень много своих коллег, которые в ужасе от того, что они летят в руки, допустим, недавно совершенно разговаривала, когда разговаривала, они летят в руки на съемки к одному режиссеру, а прилетают, и там им просто говорят, а все, у вас тут теперь Вася Пружинкин, и, собственно, а у них подписан контракт. Да, но это же невозможно, не может продюсер снимать кино, у него другая профессия, тоже очень важная. Я знаю некоторых продюсеров, которые снимают кино. Ну, если это изначально совместимо, и все об этом понимают, конечно же. В общем, я очень часто слышу от продюсеров слово, или от генеральных директоров, нерентабельно. Вот это нерентабельно, оно часто равняется слову халтура. То есть вот эту грань, которая... Конечно, хотелось бы, чтобы это было и рентабельно, и талантливо. Но жертвуя подробностями, глубиной и талантом, эта грань очень глубоко уходит в сторону именно халтуры, именно такого безответственного отношения к кино. Ну, побрюжали... Я не только продюсеров... Побрюжали вы так весомо. Давайте тогда все-таки о чем-то позитивном. Я прочитал, что Александр Шейн готовится, собирается, не знаю, как это еще, какие глаголы, снимать фильм «Маяковский», где вы должны играть Лилю Брик. Очень глупо сейчас я буду отвечать на этот вопрос, потому что на самом деле он должен быть адресован Александру Шейну. Я могу сказать, что фильм снимается. Снимается он не в том формате, в котором все привыкли. Что я там буду не играть Лилю Брик, а пробовать найти... Или пробую найти Лилю Брик. И говорить о том, что это вот такая привычная для актрисы или для кино роль, вообще пребывание в этом проекте, я бы совсем не стала, потому что это такой поиск. Очень интересный поиск. Ну, формальный поиск. По форме имею в виду поиск. По сути, в первую очередь, и вторично по форме. Да. То есть вы будете пытаться ответить на этот вопрос, любила она Маяковского или просто владела им? У вас нет сейчас на этот вопрос ответа. Вы хотите найти его в фильме? И не будет. Нет. Это будет фильм «Большой вопрос». Ну ладно, вы нас разыгрываете. Нет. Ну хорошо, но она была... В какой степени она была дьявол, а в какой степени она была сильная женщина? Вопрос. С этим и должны быть и зрители после кино. Ничего не сказать. Какая загадочная. Хорошо. Тогда сейчас мы обратимся к тому, где, может быть, мы получим ответы на вопросы. Вы сказали, что вы так счастливы в театре, что мы сейчас поговорим о театре «Современник», где вы служите уже 17 лет. Посмотрим на экран. «Обещала мне больше не готовить мясо. Знаешь, что он сказал? Для животных каждый день осветлен. Маша. Те, кто был так, что были мы, прекрасно знают, что Бог не вегетарианик. Да. Маша. Он тоже жрет мясо человеческое. Что, Маша? Не хочешь, не ешь. За мной пришла целительница смерть. Шагами строгими врача и друга, крылами черными укрыть мой стыд. Что плачете вы? Падших возвышает. Облагораживает их конец. Я чувствую на мне опять корона. Достоинство опять в моей душе. Что плачете вы? Радоваться надо. Я видел спектакль «Играем Шиллера», когда Марию Стюарт играла еще Елена Яковлева. И видел с вашим участием это два разных спектакля, что, значит, подтверждает известную историю про роль личности в истории. Вы, когда начинали работать над этим спектаклем, вы понимали, что туда придут зрители, которые любят Яковлеву, и которые смотрели Яковлеву на протяжении нескольких сезонов? А вам нужно их, ну, как сказать, победить? Я не думала об этом вообще. Это было настолько... Настолько азартно. Вот эти вот четыре репетиции, которые мне были подарены. Почему? Ну, так это же был ввод, и нужно было сделать это очень быстро. Это вы были заняты или Римас Владимирович был занят? И Римас был занят, и актеры другие были заняты. Что все эти четыре репетиции, я не успевала об этом подумать. И я бы и не подумала. Я к этому никогда серьезно не относилась и не отношусь. Я так в театр не хожу никогда. Сравнивать кого-то с кем-то. Поэтому, ну, чтобы они не подумали, это их право. Некоторые злые ваши коллеги, которые работают... Ну, не злые, конечно, так. Которые работают с Римасом Тумисом, говорят, что он немножечко шаманит. Вот его манера режиссерская, она оказалась шаманская. Вы не находите этого? Вы все понимаете, что он говорит? Он дает указания конкретные, как другие режиссеры, либо он это все облекает в некую образную форму? Образную форму, и мне это очень нравится. Потому что в основном чаще, чем интеллектуальный разбор, для меня лично образная форма дает намного больше, чем подробный, доскональный разбор текста от режиссера. Мне некомфортно с ним, а мне с ним прям восторжено. Ну, вот у Арье спектакль «Враги. Историю любви» там совершенно другая режиссура, как я понимаю, и другая драматургия. Я не знаю, как репетирует Арье. Вопрос в другом. Вот для вас, мне очень нравится этот спектакль, ваша работа, вот для вас, это история Маши. Это история про любовь или про Холокост? Это история про любовь человека, у которого вывернуты наружу кишки, и он с этими кишками пытается продолжать жить. И любит по-настоящему. Но она уже не до человек. Вернее, она не человек, не женщина в привычном понимании этого слова. У нее вспор это нутро. Поэтому это про любовь с этим отягчающим обстоятельством. Я для себя сделал вывод после этого спектакля, вот про что, если бы меня спросили, ну, сложно пересказывать Башевиса Зингера, но вот мое впечатление, что это спектакль, о том, что человек не рожден для счастья. И оно его не поджидает нигде, ни за каким поворотом. И вот такой, в сущности, непозитивный взгляд на мир мне очень близок. Но сейчас, когда все ждут позитива, всем нужно, чтобы горели глаза, мне интересно, как смотрят зрители. Как сказывается непозитивный подход к жизни? Как он сказывается на посещаемости спектакля? По-моему, очень хорошо. Насколько я знаю, я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, никогда нет свободных билетов. Это я говорю, потому что, когда я прошу, всегда проблемы мне не отказывают, но, тем не менее, я понимаю, что много я попросить не могу. Вот, кстати, вопрос, замечательный рейтинг мне в голову пришел. Вы, я думаю, что и когда вы с фондом общаетесь, и с другим, по другим, как бы, общественным капиллярам движется ваша жизнь, к вам время от времени обращаются с просьбой о билетах на спектакль. Бывает такое, да? Конечно. Ну вот. Значит, четыре или три названия в «Современнике», три названия в «Театре нации». Пять названий в «Современнике». Пять названий в «Современнике», три в «Театре нации». Скажите, пожалуйста, вот по степени трудности получения билета какой спектакль лидирует? Рассказ Шукшина. Понятно. В «Театре нации». В «Театре нации», да. Мы еще вернемся к этому. Я хотел бы, хотел бы, мы поговорим еще про это. Хотел бы про «Современник» вот что спросить. Сейчас «Волочек», мы знаем, начинает репетировать двойна качеля Гибсона. Для зрителей, которые родились несколько позже, я поясню. Это первый в «Современнике» спектакль Галины Борисовны «Волочек» 50 лет назад. И этот спектакль с участием Татьяны Лавровой и Михаила Казакова стал легендарный. В нынешнем варианте в спектакле заняты Чулпан Хаматова, она играет Гитель, и Кирилл Сафонов, он играет Джерри Райна. Чем вас привлекло это предложение сыграть Гитель? Мне очень понравилась тема моей героини, когда ее весь мир считает неудачницей, совершенно таким, как он при нее говорит, рваный, рваный половик, но при этом богатство ее внутреннего мира, она намного сильнее и делает ее богаче и его, хотя он состоятельный человек или там был состоятельным человеком, и всех остальных. Вот это вот несоответствие того выхода из нормы представлений, придуманных социумом и людьми. Вот она совершенно вне этой конструкции находится. И это ее внутренняя сила, свет и позитив, которые она транслирует, совершенно бескожно реагируя на все обиды, которые получает и душевное ранение. Вот это вот сочетание в этой пьесе, оно мне очень понравилось. И если мне удастся это донести до зрителей, это будет огромным счастьем. А как вам работать с Кириллом Сафоновым? Актер новый для современника, но при этом хорошо известный зритель первого канала. Пока мы знакомимся. То есть притираетесь. Мы знакомимся, да. Закончилась рекламная пауза и сейчас на ночь глядя мы продолжаем разговаривать с Чулпан Хаматовой о том, что она делает на театральной сцене. И сейчас мы перенесемся со сцены театра «Современник» на другую сцену, на сцену театра «Наций». «А где больник?» «Здесь». «Подавлю?» «Уже 75 дней». «Разрешите?» «Врача!» «Ну что произошло?» «Что такого страха?» «Страшного?» «Ах, это лакей попользовался мной минуту». «Страшного». «Страшного». «Всё как в моем сне. Я просто грознула из 20-х монтажа». «Да, в каких случаях главное не упасть на голову тем, кто стоит внизу. «Весчувственный кусток дерева». «Самый обыкновенный, такой же, как все». Вы знаете, я был в восторге от вашей бедной Лизы, хотя вот ощущение «ах, она танцует» у меня не было, потому что я был готов после ледникового периода, что вы, ну, танцуете. Если бы вы, там, мне сказали бы, Абудхаматова сейчас под куполом цирка что-то делает или в клетке с хищниками. Ну, в общем, это было в порядке вещей. Но, тем не менее, спектакль не играется. Я знаю, он был прерван, потому что вы тогда были беременны, как я понимаю, из-за этого. А будут ли возобновления? Нет, не будет возобновлений. Я, он очень, для того, чтобы его играть в формате репертуарного театра, как это принято, там, раз или два раза в месяц, нужно находиться постоянно в такой форме, на которой у меня, к сожалению, нет времени. Нужно ходить в зал, и так как там весь спектакль на полусогнутых ногах, то есть такая нагрузка на мышцы и на позвоночник, что, в общем, мы отказались от этого спектакля. Из спектакля «Рассказы Шукшина», из спектакля «Фрэк Энджули» ваш партнер Евгений Миронов. Как вы объясните простому зрителю, что делает его тем самым Евгением Мироном? Вот в чем уникальность его как артиста? Невероятный профессионализм. Когда я говорю «профессионализм», это не таланты, это не способности. Я даже в эту сторону не хожу, они там присутствуют, безусловно. Это отношение к профессии как к профессии. Не просто надежда на какое-то чудо, и тут я, сейчас меня осенит, а может не осенит, пойдет или не пойдет. Такое подробное погружение во всю черную микроскопическую работу, которую никогда не заметит зритель. Именно потому, что это погружение подробно. Но это прям вот шахта. А как в работе с ним проявляется то, что он не только актер, но и художественный руководитель Театра нации? На сцене никак не проявляется. На сцене это блестящий партнер, самый лучший в мире. И он не приобрел никаких черт типичного московского художественного руководителя? Нет. К счастью, нет. Внешне наверняка он приобрел и опыт, и стойкость, и уже по-другому реагирует, чем реагировал на какие-то проблемы, когда только начал работать художественным руководителем. Но внешне это никак не проявляется. Это говорит о удивительной сотканной его душе. А что сцена Театра нации дает вам такого, чего вам, видимо, не хватает в Театре современника? Мне все хватает в Театре современника. Просто в Театре нации такие появляются проекты, от которых невозможно отказаться из моего актерского интереса. Ну, невозможно от этого отказаться. И это никогда не мешает Театру современника. А как эти ваши работы оценивали Галина Борисовна Волчек? Хорошо, она не все видела, но то, что она видела, она очень коллегиально оценивает. Как коллега, в смысле? Да. Вы, я уже говорил, называл эту цифру, вы 17 лет служите в Театре современника. Это срок... Что и задавите. Нет, по нашим временам, временам на быстрых расставаниях, это колоссальный срок. Скажите, вы верны Театру современника или Волчек? Я верна Волчек и верна людям, которые работают в Театре современник. Не всем, конечно, но некоторым я верна просто... до очень обоюдной, преданной любви. Это уникальные люди, которые там работают. Я сейчас говорю не об артистах даже, хотя и артисты там есть такие, а о тех людях, из которых создается понятие театр. Это и одевальщицы, и завтрупы, и монтировщики. Это вот то понятие такого чуда, которого очень мало, наверное, в нашем мире. И те люди, которые ходят и не любят свою работу, абсолютно этого лишены. А в современнике это есть. Опять-таки, прочитал в газете, может, это апокриф, что в «Трех товарищах», в массовой сцене занята девочка, или была занята девочка, которая, зовут ее... Я не буду называть, как ее зовут, но она лечилась или лечится в центре Димы Рогачева. Это правда? Да. Да, это правда. Она... И я очень люблю. И я тоже иногда в массовке там участвую, когда не мой состав. У меня там играет дочка, когда может. И вместе с дочкой мы участвуем в массовке, и девочка моя любимая, которая лечится, находится уже в ремиссии в клинике Дмитрия Рогачева. Она очень любит. Это же невероятная стихия для ребенка. Попасть за кулисы. А у нас там машина настоящая, собака настоящая, и сто человек артистов. У нас, во-первых, девочка не одна. У нас есть и другие девочки. Оттуда же из центра? Конечно, да. Ну как, ну... И что, ваши коллеги по театру не знают, что они из центра? Многие не знают. Многие вообще думали, что именно она моя дочка, а не та другая. А как поменяло ваших дочек вот общение с детьми из центра, которые лечатся? Я очень надеюсь, что они ценят жизнь немножко по-другому, чем это делают обычные дети, которых оберегают родители от этого знания, и которые никогда не сталкивались с этим. А они ходят на ваши спектакли? Дети ходят, да. Но, видимо, не на всех, да? Когда их некуда девать. Но, видимо, не на все, потому что какие-то там... На все ходят. Да, ну ладно. Да, и когда меня Женя Миронов в холодильник засовывал... Это в «Африкан Жюлии». Да. Ну, а мы играем Шиллера, когда Марии Стюарт отрубают голову. Неужели маленькие девочки это видят? Ну, им уже 12-11 лет, они уже совсем не маленькие девочки. У вас есть младшая дочка? У нее... Что вы так на меня посмотрели? Да, я начинаю вспоминать, на каких спектаклях она была. А, мне понравился... Мне понравился реактор. У меня есть младшая дочка. И Чилл Пан так... Да, у меня есть младшая дочка. Она не была на Шиллере. Ну, еще бы. Ей 3, сколько? 3,5? Ей 4,5. 4,5. Ну, расскажешь, у Кшина она видела украшение стратегии. У нее имя редкое для наших широт. Двойное имя. Мы не поделили его с мужем. Ее зовут Ия Анастасия. Ее зовут Ия-Анастасия. То есть, один за... Муж за одно имя, а жена за другое. За другое, да. Мы решили не спорить и просто сделать имя двойным. Кавказский меловой круг практически. Изопа приписывают изречение. Власть как огонь. Подойдешь слишком близко, сгоришь. Отойдешь подальше, замерзнешь. Какое расстояние оптимальное для вас, Чилл Пан? Конструктивное. То есть? Если есть возможность поменять ситуацию, значит, я буду приближаться до вот этого огнеопасного расстояния и пытаться ее изменить. Если нет, буду там где-то в морозилке. Если нет потребности в этой просьбе. Вы допускаете, что ваше общение с властью требует от вас компромиссов? Нет, не допускаю. То есть вам не нужно идти ни на какие компромиссы с собой, с вашим пониманием добра и зла, общаясь с властью? Это в любом случае, всегда общаясь с кем угодно, ты всегда идешь на компромиссы и властью в том числе. Общаясь с главным режиссером, ты идешь на компромиссы. Но это не компромиссы в том понимании, потому что это решение принимаю я. И если я понимаю, что я сейчас это делаю, это можно назвать, наверное, и компромиссом тоже. Но я знаю, ради чего я это делаю, и что я за это получу в ответ? Хорошего или плохого? Есть компромиссы, о которых вы жалеете? Нет. Нет. Вы, занимаясь фондом, 8 лет, да? Что нового вы узнали о жизни в нашей стране? Да, у меня вообще просто глаза открылись на жизнь в нашей стране. В большей степени в хорошую сторону, но и в плохую сторону, безусловно, тоже, конечно. В чем главная проблема? Простой вопрос. Жизнь в нашей стране? Перекладывание ответственности, я бы так это сказала. Когда люди считают, что благотворительность или волонтерство, или добровольчество – это удел уникальных, особенных людей, и снимает в себя ответственность любой попытки изменения той действительности, которой, в принципе, они всегда недовольны. Год назад ваши помощники позвали нас в современник. Мы были там на презентации клипа. Это не могли быть мои помощники. Нет помощников, это, скорее всего, кто-то из театра. Ну, наверное, да. На презентации клипа «Диана Арбенина, иди ко мне», Алла Сигалова поставила это, а вы там главную роль исполнили. Судя по всему, то, что я слышал, вы, если не друзья, то товарищи. Мы друзья. Друзья. Сейчас у Дианы очень сложное время. По некоторым известным нам с вами причинам отменялись ее концерты. Нет, мне эта причина неизвестна, и вам, я думаю, тоже. Это опять такой пересказ чьих-то неких эмоций по поводу того, что было. Нет, 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 вы не поняли меня. Концерты отменялись. Да. Но вы сказали, причины известны. Ну, это фигура речи. По некоторым причинам вас такая формулировка устроит, да? Да, устроит. Вы могли бы... Вы поддерживаете Диану, спрашиваю. Это мой друг. Я ее поддерживаю. А в чем это выражается? В том, что я очень хочу быть ей нужна в данную тяжелую, тяжелейшую минуту ее жизни. На том же вечере, где была презентация, вы рассказали забавную историю о том, как журнал «Форбс» записал вас в самые высокооплачиваемые актрисы земли русской. Ну, к сожалению, досадная ошибка. Но если бы вдруг, вдруг так случилось, что на вас свалились бы миллионы, как бы вы распорядились этим? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, вдруг, ну, мало ли, ну, вот так случилось. Как бы вы распорядились этим? Мне настолько хватает тех денег, которые я на сегодняшний день зарабатываю, что я думаю, что эти бы деньги, если бы они так бабахнулись сверху, я бы точно отдала на какой-нибудь из проектов фонда. У нас их много, и все они огромные. Детский хоспис, новый пансионат, программа ранней диагностики, которая бы сразу же подняла уровень вылечивания детей намного выше, чем он существует сейчас. Как выглядит несчастье, вы знаете хорошо. А как для вас выглядит счастье? Счастье. Счастье – это когда ты понимаешь, что вот эта твоя секунда жизни, она есть в цвете, в звуках, в глазах напротив. Когда ты успеваешь это почувствовать. Известно, что если ты не можешь изменить мир, то измени свое отношение к нему. Что в своем отношении к миру вы уже изменили? У меня не всегда получается, но я все-таки стараюсь принимать людей такими, какие они есть. Вас часто посещают мысли, я могу гораздо больше, чем то, что мне предлагают? Нет. В искусстве? Нет. Нет. Мне очень часто посещают мысли из того, что мне предлагают, а могу ли я это освоить, возьму ли я эту высоту. Я хотел бы вам предложить на выбор две формулы, два подхода к реальности. Первое – завтра будет лучше, чем вчера. Второе – пусть все будет так, как сегодня. Ой. Нет уж, пусть завтра будет лучше, чем вчера. У нас в гостях была Чулпан Хаматова, которая интересна мне во всех своих проявлениях. И в моем личном рейтинге моральных авторитетов, говорю вам в глаза, это Чулпан. Вы занимаете лидерские позиции. Но, впрочем, список этот невелик, дорогая Чулпанна Ильевна. Там соперников у вас раз-два и обчелся. Мы желаем вам удачи, берегите себя. А наша программа встретится с вами, как всегда, на Первом канале «На Нож Глядя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова